При всех играх, которые будут тестироваться, будет Wi-Fi, будет мобильная сеть доступна, ну и конечно же будет автояркость. Итак, игра пошла, потихонечку расставляем населенные пункты, ну и по времени видим, что уже 28 минут осталось. Ну что ж, потихонечку будем мониторить, сколько у нас температура, сколько процентов заряда батарейки. Сейчас у нас 1257, 100% заряда батарейки и температурные режимы, смотрим, вот у нас следующий, то есть процессор 35 градусов и температура батарейки 30 градусов. Продолжаю играть и включусь спустя 30 минут, как поиграю в эту игру, ну уже 27 по факту. Ну что ж, вот потихонечку время и подошло, собственно заканчиваем игру и смотрим на то, что у нас по параметрам. Так, выключаем. Значит, центральный процессор 36 градусов, смотрим на его график температуры, видим, что он не перегревался. Следовательно, ну игра не требовательная, поэтому тут особо каких-то нагрузок мы не ощущаем. И за полчаса игры мы потратили 4% от батарейки. Температура батарейки, также видим, что она не колеблется в каких-то критических значениях. 35 градусов плюс-минус за все это время. Вот график все это показывает наглядно. Ну что ж, следующая игра более требовательная, там уже у нас такая динамичность есть. Это Angry Birds. Запускаем ее. Поехали. 30 минут. Здесь все то же самое. Wi-Fi сеть, автояркость и мобильная сеть также присутствуют. Кстати, в случае с более тяжелой игрой, с более качественной по графике, с прорисовками, значит мы видим, что действительно здесь видно, что процессор справляется. Ну что ж, игра на самом деле подошла уже к концу и осталось 2 минуты. И там все равно нужно было что-то платить, какие-то лимиты закончились. В любом случае запускаем, смотрим. Видим, что 91% батареи остался. Батарея 37 градусов, то есть не видно никакой критической температуры. Ну и процессор тоже 38 градусов. То есть такие игры для него, для этого смартфона, это просто семочки. И, собственно, запускаем следующую игру. Это уже у нас будет игра под названием CarX Highway. Понеслось. Эта игра уже имеет помощнее графику. Здесь уже должны быть более интересные результаты. Пока играл в этот Angry Birds, будь он не ладен, ужасная на самом деле игра. Не советую никому играть и вашим детям тоже не рекомендую в нее играть. В любом случае, телефон чуть-чуть стал еле-еле теплый. То есть вот, ну, получается час игры, а смартфон еле-еле теплый. Ну что ж, поехали. Пробуем, что это за игрушка. Ну что ж, подходит к концу еще полчаса игры. И можно сделать определенные замеры. Посмотреть статистику. Видим, что процессор уже у нас 43 градуса. И теперь по батарейке 38. Ну, в принципе, норм. Ну, и осталось батарейки 84%. Напоминаю, что уже полтора часа я играю. И при этом яркость выше средней. То есть видно, что в целом процессор чуть-чуть разогрелся. Батарейка вроде когда остается практически на том же месте. Плюс-минус. И получаем, что в целом это стабильное устройство, которое отлично работает при длительной нагрузке. Но дальше идут более серьезные игры. Такие как NFS No Limits и Asphalt 9. Вот посмотрим, что покажет Redmi 9. Сдуется он или сможет потянуть эти две мощных игрушки. И так, без перерыва, без пауз. Приступаем к следующему тесту. Кстати, выгружаем. Не забываем выгружать старую игру. Запускаем новую. И понеслась. В Need for Speed так много всяких сундучков, всякой ерунды. Что смартфон... Ну, ты по сути мало играешь. И смартфон остывает. Я это прям почувствовал. То есть игровой процесс на Need for Speed это такое себе. Короче, что-то типа такого. Вот уже сколько я играю. 16 минут. Отвлекся. 16-17 минут. Графика симпатичная. Все здорово. Смартфон все тянет. Но из-за того, что много всякой ерунды. Блуждания по менюшкам. Всякие настройки. Мало игры самой как таковой. Из-за этого смартфон просто холодный. В этой игре. Он даже в Angry Birds был теплее. Короче, вся вот эта болтовня. Вот эти всякие разговоры. И все остальное. Это все реально очень сильно мешает игре потреблять серьезные ресурсы от смартфона. И поэтому смартфон просто-напросто очень холодный. Даже холоднее, чем в Angry Birds. И поэтому смотрим, что у нас здесь 39 градусов. Сразу упали до 36. Здесь тоже 34. И 80%. Напоминаю, уже 2 часа я играю практически без перерыва. 80%. То есть за час уходит 10%. Яркость оставляем чуть больше средней. Вот такие вот показатели. И тут же запускаем следующий таймер для того, чтобы протестировать следующую игру. Но эта игра уже является реально очень мощной. Это Asphalt 9. Это реально очень мощная игрушка. Итак, 30 минут засекаем. Поехали. Итак, последняя игра была мной завершена. Это Asphalt 9. Игра достаточно мощная. Это единственная игра, в которой этот смартфон стал немножко притормаживать. И в целом притормаживала именно графика. Он не перегревался. Если посмотреть статистику по процессору, то можно увидеть, что у него температура не выходила за пределы, за нормы. То есть можете посмотреть. То есть 36 градусов, ну там с колебаниями до 40 максимум. А так в целом у нас вот такие вот результаты. Это Mediatek. И этот Mediatek отрабатывает настолько хорошо, что я бы не сказал, что здесь установлен Mediatek, если бы не знал об этом. То есть он работает как вполне себе хороший бюджетный Snapdragon. Ни перегрева, ни троттлинга, ничего. Я уверен, что 90-95% игр с Google Play этот смартфон потянет вообще без проблем. Вот видно, что батарейка тоже у нас не перегревалась. Совершенно прекрасные температуры. Несмотря на то, что я напоминаю, 5 игр на каждую по полчаса. То есть смартфон работал в целом 2,5 часа примерно в режиме игр. В итоге мы получаем около 10 часов со 100 до 0, если разряжать. Опять-таки я думаю, что есть более тяжелые игры. Но это как бы тут уже смотрите сами. Но в целом я думаю, что 9 часов игр у вас точно будет. При этом яркость видим больше средней. При этом включен Wi-Fi. И естественно модуль сети работает. В любом случае этот результат игровой меня удовлетворил. Я понял, что Redmi 9 это отличный смартфон для тех, кто любит поиграть в игры. И при этом хочет, чтобы смартфон оставался автономный. То есть чтобы не бегать к розетке или не бегать с пауэрбанком. Это действительно достойный вариант для игроманов. Для большинства игроманов я бы так сказал. Спасибо за внимание. Если тест понравился, не забудьте поддержать. Честно, уже устал даже играть. 2,5 часа я никогда так долго не играл в такие игры. Если было видео полезным, не забудьте его поддержать. Ссылка где можно купить по классной цене в описании. Там же много всего интересного и кэшбэки. Всем пока.